телефон и сохранился хоть он вроде сохранила но я его сохранила на телефон себе жду вас девочки жду дожду мои хорошие по моему у меня все получилось сейчас я вот посмотрю да а нет еще подождите еще наверное не загрузился но я его сохранила себе на телефон по-моему я да все девчата вот есть у нас здесь если что посмотрите отлично мне это удалось сделать если мы будем опять же еще раз также дольше то кричите не надо чуть вы меня потеряли вот это очень мне понравился пылесос девочки я прям такая довольна этим пылесосом прям шикарная взяла себе на студию для учеников вот такие вот пылесосики всем не хочу встроенные в столы мне не он мне не нравится эти стройные столы вообще эти можно почистить помыть так я сейчас уже сниму перчатки хорошо потому что я буду делать формы сохранили да по-моему все сохраняют посмотри на каком аккаунте начала почти на этом же аккаунте на этом же аккаунте я уже сохранила вот девочки смотрите ой хорошо хорошо бобока хорошо вот посмотрите вот вы нажимаете и у вас вот тут уже фильм в ленте марафона вот сейчас hdtv и весь наш эфир с вами вот здесь все посмотрите название dust free девочки я вам сфоткаю stories и так поехали отключаю комментарии и ставим формочки с вами так убираем разрезаем перфорацию и немножечко вот так вот сразу форму задаю варку и вот подставляю в стык с ногтем так сейчас чуть-чуть увеличу вот так саша тебе удобно чтобы тебе удобно было давай вот так вот да вот так видно прям мне не очень ну ладно обязательно смотрю на на ось дать то есть чтобы она совпадала не забываем про этот пальчик мы посмотрим как мы его будем выворачивать как бы мне сделать вот так чуть-чуть поближе мне надо теперь я вижу все остальное телефона и так и задаю направление вниз и отмечаю где точки в роста то есть как я отмечаю я запоминаю не надо ничего рисовать то есть и раз вы прозрачную форму сразу поднесли и то есть я вижу сколько мне нужно вырезать то есть у меня получится на форме меньше чем одна клеточка и где-то вот здесь до за первой полосочкой я буду начинать резать если я буду примерять вот так то у меня получится совершенно другой другое расстояние поэтому не забывайте что форму нужно вот в таком состоянии мерить переворачиваю и начинаю срезать стараюсь это делать одним срезом не чеканьем да то есть как бы не как вы вот режете а одним срезом так теперь подставляю померила все отлично стык стык у меня встала теперь немножко вот здесь вот хочется подрезать блин уж мне телефон с правой стороны поставить девочки подождите-ка я сейчас попробую вас перекрутить немножко сейчас одну секунду чтоб не было удобно если я поставлю вас сейчас я извиняюсь мне кажется мне там будет удобнее да гораздо удобнее слушайте а отлично а то мне мешает немножко вот так все извиняюсь за неполадки так поставила и теперь смотрю вальки вальки здесь небольшие вот у меня получатся точки в роста опять же давайте сейчас приклею а потом расклею вот почему мне нравится пластиковая форма потому что можно приклеить посмотреть если что-то не так то расклеить но опять же кто к чему привык не проблема если вы работаете и бумажными и так далее то есть мы вот смотрите у меня чуть-чуть вниз еще мне надо вниз но мне не дает сейчас валики до подрезать это подровнять то есть вот у меня . в роста и я должна освободить боковой валик опять же запоминаем где не надо ничего рисовать тренируете глазомер и круглый вырез под боковой валик меня мы уходим с кадра вот отлично и 2 вырезаем симметрично другому в классическом миндале вообще и особенно в технике без опила очень важно чтобы форма стояла идеально до для того чтобы у нас получилось моделирование быстро и без всяких там нюансов не так все я ее склеила девочки пропустила момент этот с вами проговорила смотрите у меня нету нигде зазоров да то есть вот склеена все миллиметр к миллиметру все четко чтобы форму мою не повело у меня миндаль классические до производная стиле то поэтому вот я заклеиваю себе и и дело вот такой вот как бы как конвертик да и подставляю в стык прижала зажала разворачиваю смотрю вот она моя постановка формы посмотрите все стоит идеально вот так 2 ставим плюс еще этих форм конечно то что они не фольгированы да как бы прозрачные они пропускают ультрафиолетовые лучи ну как бы опять а вот теперь смотрите здесь я беру прислоняю и у меня уже она становится идеально то есть здесь я не буду дублировать линию улыбки потому что у меня здесь почти что прямой свободный край да немножечко здесь но за счет ушек я сейчас посмотрю если бы я ставила это наверх чтобы я бы вырезала до форму поэтому вот эти пять правил постановки форм вас должны от зубов вообще отлетать немножечко продублирую вот плоская линия улыбки просто чтобы чтобы было лишний раз не помешает все да и вырезаем вся загвоздка и проблема в этом как только вы поймете постановку форм вам любые вообще формы ногтей просто будут от зубов отлетать на самом деле в свое время это уже пыталась помню и там на чемпионатах и вырезала эти валики на руках клиентов и просто куча потеря времени потом уже разозлилась села просчитала все промерила все да опять же все мы люди разные у кого-то руки крюки у кого-то красивые ну простите там есть у кого-то крюки что так это ну бывает же такое до деформированные какие-то еще до проблемные поэтому поэтому нужно это делать дело дело уметь кто понимает у кого глазомер разработан давайте включу комментарии пока мы сейчас с вами если есть вопросы быстро задавайте я на втором телефоне смотрю так этот пальчик обратите внимание совсем я его поставить вот так вода чуть-чуть вот так давай чтобы здесь видно из-за комментарии не могу вот выровнять потому что это будет черте что есть да я конечно вообще это возможно но потом когда я начну моделировать вот посмотрите да у меня с одной стороны не будет материала а вот здесь будет много то есть буквально три-четыре дня и у вас уже в зоне стресса пойдет трещина поэтому насколько это позволяет настолько мы это и выкну как бы выравниваем да сюда немножко раз вот чуть-чуть девочки мы отправляем везде зайдете ко мне напишите или я вам сейчас напишу номер телефона мария вам сейчас вот я пишу прям можете ватсап написать марии это менеджер 04 55 342 0455 вот я написала номер телефона заскриньте его или в мою вы или мне напишите в директ я вас отправлю так и вот смотрите теперь получается если по центральной оси вот с этой стороны меньше с этой стороны больше да так как у меня пальчик в рост идет совершенно в другую сторону и он у меня тоже немножечко такой вода ровненький можно было на самом деле не дублировать здесь линию улыбки но я все таки это сделала почему потому что чтобы выровнять его на самом деле это не муторно да это не тяжело почему по интернет до девчонки сейчас жду вас зависим висим вижу что висим не хочу перезаходить во все что-то с интернетом было глюканула я остановилась жду вас как быстрее сразу на все сразу на все да сразу на все пальцы ставите вот я три я не буду конечно всю прям руку делать внутри ноготочка я вам сделаю вот и теперь опять склеиваю и обратите внимание что я еще высоту не выставляла да то есть я просто задаю направление себе уже да как бы такое одинаковое везде а высоту я буду только когда установлю шаблоны сильно их прям не зажимаете вот здесь до чтобы потом был вариант их подровнять так все теперь я смотрю сбоку саша ну-ка попробую так и ровненько сделай пальчики вот так прям выровни сейчас нашим девочкам было видно да вот когда конечно по-другому это сбилась бывает и теперь просто разверни ее вот так вот ручку и пальчики ровненько не надо чтобы они увидели в кадр вот то есть они должны быть у меня на одном уровне сейчас осмотрю что вот этот указательный ниже нет очень клейкие вот эти формы она не с не собьет их объясню девочки потом нарисую в конце эфира объясню еще раз мы давайте сейчас то есть если я посмотрю вот так вот в торец вода когда я буду делать и если я выровняю вот этот ноготь вот еще вот сюда видите у меня вот здесь будет высота материала больше чем вот здесь то есть сейчас быстро нарисую если вы делаете на фото то конечно же мы делаем это на один раз сфотографировать если это ваш клиент в жизни то мы стараемся сделать максимально да там выровнять его но не так добывает но они по этот и нормально в смысле потом крепкие не падают когда вы мы их до конца укрепим вот у нас вот так вот торец пальца до птички поют я такие прям ярко выраженные валики вам нарисовала да и получается если у меня центральная ось вот сюда вот в как в безымянно безымянном пальчики да и я выровняла то у меня вот здесь будет больше материала чем вот здесь вот видите как пойдет то есть он то будет вот сверху нормальный а вот здесь нет и поэтому вот тут посмотрите у нас при готовом варианте мой простите что ты заболтала сейчас еще один рисуем должно быть вот так в разрезе да если мы посмотрим в торец в разреза вот тут у нас готовый вариант 18 миллиметров а здесь у нас 05 это уже при опиле при выкладке любых ногтей да не считая креатива ну я имею ввиду стандартный кормите мешают комминти сейчас я отключу начну делать и отключу девочки но мешает что посмотрите вот у меня все видно вот на втором телефоне наверху же я делаю сейчас отключу девчат вот а здесь получается посмотрите здесь может быть также 18 а здесь вообще может быть 19 все уже больше материала а здесь также 1 миллиметр здесь 05 вас не будет правильной амортизации то есть вот это вот исключить нужно как бы значит поставить форму немного не по центру но немного в сторону вот понятно понятно непонятно потом пересмотрите еще раз лучше всего возьмете сделайте это и нет не только делаем на бумажных война пластиковых формах но и на бумажных можно и так теперь мне нужно отвести в сторону и посмотреть от точки в роста где у меня конец вот и вот я вот видите девчата вот у меня вот здесь пилка соприкасается отлично значит еще раз я себе смотрю у меня будет где-то на троечку здесь длина в следующий смотрю смотрите стилет прям у меня да значит что мне нужно сделать напишите что мне нужно сделать жду вас да и ты можешь к семи подъехать сейчас я напишу да вниз ниже ниже правильно нет поднять нет опустить правильно правильно молодцы опускаем значит аккуратненько берем вот так вот крылышки и чуть-чуть ее ставим вот так вниз вот все она у меня на таком же расстояние как это это стоит отличненько нет вру чуть-чуть опущу вот из-за этого мне нравится не раз 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 быстренько все девочки отключаю комментарии поехали дальше моделируем так берем мы с нами классический гель поправили и прям подложку я делаю с этого же геля мне нужно мне здесь прозрачный выдумывать делаю встык немножко можете зайти на ноготок вообще не страшно разложить вот здесь и протягиваю и уже задаю себе форму то есть да не размазываю материал как вот у меня затек так и затек прям делаю уже его как нужно не хватает добирайте сразу много не берите материала лучше добрать в процессе так теперь мне нужна сухая салфетка так чтобы было видно вот так по моему я уходила из кадра сейчас девочки сейчас секундочку я зайду потому что я на другом телефоне контролирую чтобы я была в кадре от точки в роста у меня прямая линия я аккуратненько сухой кисточкой подчищаю заплыва материала и разравниваю вот так все делаю ровненько да представляете прям убежала с кадра увидела все опускаю в лампу когда у вас две руки то есть что я делала бы сейчас естественно я бы сейчас делала на этой ручке до себе пока я здесь сделала подложку там уже она заполимеризовалась уж убрать этот пылесос маргуля в прямом эфире перезвоню чуть-чуть сейчас попозже всех раздирает звонить мне когда я в прямом эфире пылесос уберу давай так теперь ничего не зажимаем вообще абсолютно сразу можно снять форму для чего я это делаю для того чтобы вот вы обратили внимание что бывает такое раз вроде бы как все нормально и когда вы перри дольше посушите то есть что делать сам гель зажимает форму да вот этого нужно не допустить здесь нам нужна идеальная подложка все сразу сняла дальше вот тут у меня зазор чуть-чуть увидела поправляю форму это на счет того что если у вас клиент сбил форму да вот я ее переставляю не напрягай не видно из-за телефона подожди кусок головы моей в телефоне ваш все и еще обратите внимание как я держу форму шаблон да то есть опять же снизу я не боюсь нажать на форму никуда она у меня не денется и протягиваю протягиваю для заданной длины дотянула вытираю кисть убираю здесь раз ровненько с другой стороны тоже самое ровненько опять убежала и сразу делаю себе свободный край сушим не горит какая-то молодец вот чуть-чуть гель под зажал снимаем и пока подложка тонкая она у нас немножко раскроется что допустим ничего не чаще с этот уберу сейчас ты первый раз такие ногти делаешь поэтому у тебя ручки туда-сюда пальцы ты мне очень помочь трусятся ну ничего бывает такое переживаешь нет нет не переживай надо щитовидку проверять обычно руки трусится когда расслабляла через ручку не сопротивляйся мне ребеночек думай у меня даже неопытная модель поэтому и слетают формы вот хорошо чтоб так получается вы видите раз поправили и все без проблем можно даже их подготовить как бы убрать стороны потом подставлять по одному мы когда на чемпионаты ездили мы вообще заранее делали вырезали и уже вот с такими готовыми шаблонами мы ехали мы их складывали в коробочку раньше девочки сейчас наверно тоже есть я уже печенье не ем очень много лет а вот тут печенье не такие коробки железные и вот прямо вот сделаем вот так вот все формы по напишем сейчас это закрылась чуть-чуть там напишем 12 и вот так они у нас лежат красиво ну конечно вы не можете то есть почему потому что у нас была постоянная модель да как бы на на конкурс и поэтому мы уже заранее готовили под клиента вы конечно формы сразу вы же не знаете какой к вам придет клиент да вы не подготовите но вы можете это сделать поставить снять и потом спокойно по одному ноготочку делать вообще без проблем так теперь подложка у меня есть но я чуть-чуть в сторону вот так отодвинула да и смотрю как бы в принципе все нормально но вот здесь небольшие провальчики мне нужно заделать чтобы сделать идеальную выкладку потом опять же тут сильно арочные ногти да вот особенно безымянный и средний сушим быстренько прям на курсах вот всегда девочки говорят вот там одна рука или вы прорабатываете каждый момент да и целый день там ну не целый день там 56 часов делайте одну руку когда вы начинаете самостоятельно отрабатывать и конвейером гораздо быстрее все получается потому что здесь одна рука там раз просохло время а так вы делаете вторую за это время здесь еще вот сейчас я тоже буду акцентировать внимание саши да вы должны работать вот прям паре с клиентом или клиент нет вы наверно да все таки да да то есть вы не клиент не должен у вас там лежать там он должен сидеть ровно напротив вас так включаю комменты быстренько вопросы ваши какие-нибудь быстренько жду 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 вопросы ваши уходите уходим хорошо уходим залив сдаем белье уходим уходить из кадра возможно девочки ухожу но потом пересмотрите потому что мне чуть-чуть бывает неудобно с кадра я поняла поняла девчата с кадра гель классик ковар торговая марка сота вот такой очень красивый не убегаю стараюсь как могу но мне там если нужно где-то потереть знаете как вот так может быть сделать вот слушай че сразу так не сделала по дорожке да так теперь все я сделала теперь моя задача подготовить подложку то есть что я делаю нижнюю параллель так это пилочка очень сейчас не этот жесткая будет убираю нижние прям делаю уже на готовность до аккуратненько смотрите я пальчиком придерживаю стоимость 40 грамм 2000 девочки 18 грамм 1050 стоит классик любой вот сейчас я вижу смотрите как я у меня я держу опять же до захваты обратите внимание если вы будете вот так держать руку вот это все вы не сможете это сделать не уходите да чуть-чуть лучше ближе а то я думаю уже уходите думаю сейчас быстренько развернемся завернемся и уйдем и вот тут верхушечку я тоже где там наляпала где кисточкой да опять же девчонки я под штативом да мне немножко как бы неудобно я очень стараюсь чтобы вы увидели все вот поэтому где то может быть и будет какой-то ляп но я очень стараюсь вот сделали 2 ноготочек выравниваем развернули так 0 градусов у меня вот здесь выравниваем ну это в принципе технически похоже на укрепление ногтей но только мы здесь добавляем длину да как бы как вот базой мы укрепляем выравниваем точно так же апекс выкладываем да все у нас там как нужно моделируем базой тоже живы постоянно так и здесь и еще один ноготок саша это длинные для тебя ногти принципе конечно можно девочки конечно можно делать и полигелем кстати подложку да я тоже делала на курсах полигелем но я вот не люблю знаете там то 5 10 я вот если беру один материал тут и работаем опа такое тоже бывает здесь убираем и повторяем почему сейчас это произошло потому что у меня сашечка под напрягает немножко пальцы то есть идет сопротивление до подложка тонкая здесь прям нужно очень-очень аккуратно как бы и клиент у клиента нет сейчас нет не сглазили девочки идет сопротивление у клиента рука должна быть расслаблена вот смотрите она на локте вот сейчас раз и расслабила кисть вот висит вот это у вас положение рук для моделирования я начну работать под напряги чуть-чуть напрягаете раз напрягает палец задирается а у меня сапра идет сопротивление я давлю пилкой нет 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 не криво девочки не криво абсолютно вы забыли не забывайте что у нас и пальчик деформированный ни в коем случае здесь идет только сопротивление мастера и клиента только так тогда получается подложка тонкая поэтому все может быть и с другой стороны очень хорошо опять же таки что такие казусы происходят раз все быстренько на место поставим сейчас и сделаем кстати можно было бы часы сделать подложку показать вам акригелем но я уже не буду он у нас не криво кто там написал видно что криво у нас рост ногтя мы форму выровняли вот сюда то есть ось мы сместили поэтому этот палец изначально он еще сильно арочный я вообще бы в таком случае вот такому клиенту я бы не сделала бы никогда классический миндаль на самом деле я бы сделала немножко его арочный то есть да почему потому что ногти у нее кроме указательного и большого у нее везде очень сумасшедшая натуральная арка клиент как бы хочет он одно но вопрос того что потом будет да и во первых вы можете намучиться поэтому лучше посмотреть хорошо подобрать форму договориться и все ровно еще раз вам показываю ровненько прим я мне нужно ступина но я стараюсь кадра не уходить также маникюр почему бывает казус его да вот когда клиенты когда им больно они начинают мы еще выкладку не сделали я сложно объяснить да да иностранцам ну да кто не понимает вообще сложно так делать опил когда уже все выложили нет мы опил делать уже не будем девочки пальчики не растопыривать правильно хорошо и форму не надо новую вырезать мы еще выкладку не сделали девочки вырубить согласна да особенно когда в лампу не попадают это вообще блин труба я вот прям за так снимаю тут когда к вам уже придет клиент 2 вот не напрягайся саш тварян посмотри прям плечи у тебя напрягаются все почему ты не больно же ничего да вот прям все сжимаешься как это девочки я с клиентами проработала очень много лет вот честно меня даже вот когда мне приходили там давно давно когда я кстати не закончила эту тему про материала когда только начинался камуфлирующий материал до когда не было был белый прозрачный акрил и прозрачно-розовый то есть я начинала работать еще тогда были блески вот эти аквариумные страшные ногти ну как мы же они тогда казались нам красивые до расслабили постоянно вот я за что говорю также фреза маникюре да вот смотрите вот и вы ведете у вас давление раз она руку напрягла у вас фреза впилась все дырка уйдет на этот на пальцы конечно же это все нужно делать как как сказать этот дуэтом вот вот посмотрите вы говорите криво все ровненько у нас видите как было на логоточек это просто потому что подложка тонкая у меня с фрезой был порез да и вот в маникюре это тоже очень опасно и нужно просить чтобы клиент действительно расслабил руку когда у клиента расслаблена есть это все великолепно получается вот сейчас буду чуть-чуть аккуратненько и кто вопрос опять там задавал без запила это без запила нам нужно подготовить фундамент для этого да поэтому мыши должны на что-то это делать все у нас должно быть ровненько спасает до спасает но с девочки в моделировании у вас только должны быть подлокотники маникюр да можете поставить вот эти стульчики там лампу или еще что-то в моделировании ни в коем случае я вам уже показала постановку форм потому что я раз взяла вот сейчас мне повернуть да а если бы у нее рука была облакать облака 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 чина то посмотрите как бы мне пришлось бы поднять раз вы потом сами станете поэтому обязательно вот придерживайтесь вот таких правил семей зажимала мультики поставили то я расслабилась нет все нормально да ничего страшного марин ничего страшного пересмотрите я вообще не обижаюсь потому что опять же может быть вам там не так видно а ноготок вы посмотрите как мы его выровняли девочки обратите внимание да он у нас был вообще рост вот сюда мы его хоть чуть-чуть сюда его и выровняли и вот здесь сейчас еще посмотрю все бывает где-то перепилить и можете здесь на основании поэтому очень внимательно смотрите и длину смотрим сразу длину посмотрите насколько длиннее потому что если сейчас это оставлю не проконтролирую потом мне придется пилить и выпиливать это все снизу так что девочки сразу контролируете длину и обратите внимание пожалуйста что я работаю сейчас спинка под углом 90 градусов средний имеет право быть чуть меньше все готово нтв сейчас смотреть по телевизору нечего одни эти коронавирусы все теперь девочки значит что я делаю сейчас отключаю комментарии давайте и смотрим саша твоя задача смотри я сейчас тебе наношу материал переворачиваю несколько раз ты в лампу раз-два-три достала ровно перевернула и потом опять поняла ведь она у меня все совсем зелененькая и так что я сейчас делаю я себе делаю скользкую поверхность для того чтобы у меня здесь материал распределялся где-то там 02 03 05 05 это очень много можно 0 и самое главное девочки не попасть на кутикулу чтобы не было затеков и вот так такими движениями будешь такой длиной ходить ну я тебе там сделаю не сферзи ну можно потом чуть-чуть да ну отлично делаю скользкую поверхность опять ухожу с кадра по моему видите когда комментарии я хоть этот вы начинаете вещать кричать кричать я хоть вижу все и теперь набираю каплю геля немного и немало лучше я в процессе потом посмотрю что мне не хватает но на самом деле вот это мало для такой длины можно сразу еще добрать выкладываю на одну треть возле кутикулы и держу направление немножечко вниз пальчик и распределяю возле зоны кутикулы теперь я все думала что у нас эфир сегодня 8 оказалось потом ульяна прислала расписание что мы 5 видите по центру и он уже начинает сам в принципе разравниваться я просто быстренько 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 его помогаю дальше никуда не лезу все теперь что я делаю естественно переворачиваю смотрю можно можно поправить вот здесь чуть-чуть носик но я вот не люблю туда лезть когда перевернутом виде несколько раз вот вот тут когда кончик собирается значит его здесь много пожалуйста можно вот так его снять нам еще раз переворачиваю два-три раза можно даже несколько раз это сделать дайте материалу работать не гонитесь не бежите впереди вот видите как он выравнивается очень круто еще чуть-чуть еще последний раз теперь смотрите я включила лампу я включила лампу чтобы вдруг сенсор не сработает да вдруг еще что-то и ровненько даже помогаем раз-два-три переворачивай доставай переворачивай то есть когда вы кладете лампу вам руку да вот видите да пошло на перекос я для того чтобы материал три секунды 1 за парень за полимеризовался провернула сейчас все назад провернула ее руку все вверх уже застыл уже он никуда не расплывется поэтому контролируйте вам же будет лучше опять же дни отвалится там и пилить ничего не придется не горит все отлично если ноготочки широкие давай там 10-15 минут ой фу секунд прошу прощения можно немножко в точках в роста его поджать но здесь в принципе мы поставили форму посмотрите девочки уже у нас какое красивое моделирование да то есть я ничего не поджимала за счет постановки форм за счет правильной выкладки посмотрите какой у вас ноготок получился пока сохнет включая комментарии жду ваши вопросы мне кажется уже скоро у нас еще время будет берите тренируйтесь делайте там под подложку акригелем но акригел толстоватый немножко будет для этой техники но можно опять же все равно ну как бы пробуйте да еще 15 минут отлично мы успеем вот и теперь опять вот так я буду здесь наверху чтобы вам видно было комментарии вам нужно подобрать гель хороший да как бы для этой техники без запила еще бывают без запила на верхних формах делают там делают специальную заготовку вот и в нее делают накладывает материал и прикладывает как верхнюю форму тоже так можно сделать мне считаю что это честно говоря я бы сказала как как это вот по-русски ну ладно не буду что за гель такой жидкий у меня они все намного гуще нет сота это нет он больше девочки наверное двухфазный его также можно без топа как бы он такой он хороший глянется если вы подольше потом послушайте его то у него дисперсии не будет и даже можно топом не покрывать вот а так база ему обязательно нужно в однофазниках а не нужно база сейчас еще раз покажу сейчас покажу вам кисти тоже сейчас выложу ноготок отправлю в лампу сушить вот девочки все видно надеюсь и вот таким вот образом распределила все переворачивая держу даю материалу работать если вытирается сниживая слой липкий слой второй слой не отлетит нет не отлетит прокисть сейчас этот можно особо бестолковым если короче делать форму еще ниже опустить надо света нужно смотреть на это на ногти на вот с которыми к вам приходит клиент да какие вниз растущие вверх растущие да вам нужно подставлять пилку и вымерять нижнюю параллель сразу да так раз сейчас секундочку доставай переворачивай то есть мы смотрим вот вот видите чтобы у меня желаемая длина у меня если бы не стояла на квадрат у меня бы желаемая длина была вот вот здесь вот да вот вы ставите поставили у вас кончик формы сюда падает сейчас я возьму форму то есть у вас идет очень красивый до вытирала липкий слой дичат я шпилила же то есть вот у нас стоит форма вниз вот пожалуйста я поставила вот у меня идет желаемая длина да где-то у кого-то ногти плоские надо поднять где-то вверх растущий наоборот вверх поднять то есть анализируйте какой у вас опускать этот ногти натуральные какие так подскажите моделирующий гель без липкости маленькая дисперсия у него еще раз показываю гель девочки вот классик ковр сота все хорошо горит нет нет вот 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 такой вот гель классик white вы пересмотрите первый эфир я там показывала вот такой вот у него очень хорошая консистенция классик white немножко погуще но с ним тоже можно справиться давай вот ничего поджимать мне здесь не нужно вот посмотрите какая красота у меня получается да вот здесь я мне нужно еще девочки смотрите подпилить нижнюю параллель потому что будет толщина не заметила сразу пока крутила вертела те ногти увидела это мы сразу стараюсь от этого избавиться и приступаю дальше в липкого слоя нету вот видите то есть я его убрала перед тем как пилить теперь я себе дело база у меня там есть есть и теперь я себе делаю опять скользкий слой до такой грунтовку за границей не понимают что такое грунтовка и я уже перефразировала и говорю всем скользкий слой да как бы чтобы материал скользил по нему мы-то понимаем что такое грунтовка да поэтому давайте я говорю что мы грунту им нашу подложку и на этот грунт мы выкладываем материал не бойтесь если вы добрали мало допустим давайте давайте я мало возьму чтобы твой уже на этот палец добьем с вами значит смотрите вот я взяла мало случайно нечаянно как угодно да значит что но я не могу понять начинаю я работать раскладываю его пересмотрите девочки эфир еще раз да и потом уже как бы и теперь я раз все у меня не хватит его я не паникую я беру сразу добираю вот так вот сюда добавляю да и даже в процессе можно полной раскладки еще добавить на центр просто никогда даже даже можете немножечко там его просушить и потом еще раз сделать грунтовку и еще раз пройти и в то есть можно в два этапа если вы будете там поначалу когда будете тренироваться попробуйте в два этапа но я не сомневаюсь что у вас получится классический миндаль от салонова за границей многого не понимаю да классический миндаль от салонова но я думаю что возможно кто-то понимает что это выкладной френч и рисованный френч красиво вообще видите ли вот я добавила все у меня здесь все хватило еще раз переверни а так это одно одно и то же не бывает такого то есть архитектура классические и арочные ногти да они из-за продольной до как бы продольной арки то у нас продольная арка на современных ногтях прямая ровненько раз два три четыре переворачивает доставай переворачивает вот девочки смотрите что я заставляю сделать взять перевернуть немножко он за полимеризовался он сейчас остывает все вы раз и в лампу досушиваете ой ну классного классные девочки мы живые курсы все равно круче оффлайн это понятно но именно и что касается я почему не делаю моделирование именно онлайн у меня скоро выйдет нет не отойдет не бойтесь такое наращивание с полтора часа блин час полтора часа это опять же от сложности зависит рук от подготовки все зависит от подготовки если у вас убитая кутикула вы будете с ними 20 минут возиться а 40 минут возиться вот конечно вот теперь мы убираем вот смотрите видите то есть это можно оставить уже даже и топ не нужно посреди какой глянец то есть двухфазный гель вот до глаз ты глаз наметан только каплю беру точно вот такая у нас красота девочки получилось уже сейчас и конец эфира будет вот посмотрите на наши ноготочки да я вас прошу когда вы будете для того чтобы материал в лампе очень горячо до 48 ватт и материал начинает так полимеризоваться и начинает что расплываться я не даю ему ни в коем случае в бока уйти то есть три секунды раз он уже начинает верхушка полимеризация мы вытаскиваем то есть он тебе под тяжестью остается на месте да и потом уже опять его досушиваем до остывает так спасибо мои хорошие но я потом выложу это все обратно уже сейчас просто конец эфира девочки я вас прошу что у вас какие-то вопросы возникнут будете отрабатывать чуть-чуть я попросила своего парикмахера очень коротко челку подстричь чтобы три месяца не стричь вот здравствуйте еще раз кого не видели кого вы видели спасибо большое мое хорошее вы когда делаете делайте конвейером то есть левая правая рука левая правая рука подложки сделали все и сразу потом продолжайте моделировать не за что кто будет отрабатывать пожалуйста пожалуйста присылайте мне в директ подложку им же делала да спасибо большое 3-4 секунды достаточно на полной мощности я не работаю никогда на 24 ватт если и вы если делаю гель-лак да а если делаете моделирование не нужно лучше они не такие прям пекучие гели поэтому прям делайте этот на 48 спасибо большое спасибо приезжайте девочки скорее бы все открылось и блин вообще-то хочется опять эту череду курсов прям у меня ж мурашки посмотрите скучаю еще раз напоминаю жду от вас отработок директ мне изнутри топом нет не нужно топом ничего прикрывать его можно вот так оставить если я сейчас допустим захочу сделать стемпинг я не буду даже шлифовать его до гель-лак все что угодно я прям сразу наношу классно допишите а про кисть сейчас покажу кисть чтобы вы дали список что необходим пишите да девочки мне пишите потому что я сейчас выйду с этого аккаунта в казахстан кто-то меня звал мы с каким-то организатором разговаривали раньше делали сразу твердый гель сейчас говорят базой базой потом твердый гель ну у техник миллион на самом деле и опять же это кто как работает видите как бы вот я взяла один материал так 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 им сделала да и я даже дизайн могу с двух геля сделать чего-нибудь туда намешать про кисть быстренько про кисти сохраняю эфир а смотрите ну вот у меня продаются такие кисточки я уже очень много лет они похожи на nail club пятерку я очень много лет им не изменяю раньше спасибо большое за информацию пожалуйста цвет можно сразу да конечно вы имеете ввиду вот сейчас на готовые ногти конечно нам не нужно сюда ничего можно сделать стемпинг можно сделать нарисовать дизайн но опять же если вы что-то будете рисовать типа философии матовый топ нарисуйте акварель матовым то покрыли сделали красный там дизайн и перекрыли топом в уфу девочки все карантин откроется зовите я на край света готова даже на два человека приехать после этой после этой уситки дома вот гель вот такая кисточка пятерочка видите как у нее нету вот так вот поближе вот у нее нету квадратов вот она там прям такая как язычок и баффет нет не нужно если есть какие-то неровности то конечно да вот у нее очень хорошая упругость она очень хорошо работает с моделирующими гелями вот поэтому у нас она в магазине тоже продается 600 рублей пожалуйста девчонки покупайте приобретайте у меня только вот такие и лакнейл с лакутиной вот такие для полигеля кисти вот такие у нас вот все мои хорошие да смеетесь ну а чё а чё нет то когда да я вот честно говорю я уже так устала дома сидеть настолько я такой человек подвижный мне уже очень тяжело вот поэтому вот так все всех целую люблю до новых встреч жду ваших работ